Николай Луцак живет в Гуасосине. Уезжал без туристической путевки. Можно сказать, дикарем. Вернуться должен был на днях, но в стране ввели карантин. У меня был обратный билет на самолет на 7 апреля компания «Этастана». Без объяснения каких-либо причин отменил данный рейс. Деньги мне пока не возвращают. Если местным жителям сложно, но можно купить продукты и лекарства, то таким, как Николай, туристам в продуктах первой необходимости просто отказывают. Работает только одна или две аптеки, и то без подвоза каких-то медикаментов, но их запасы уже иссякли. Но главная проблема – это агрессия и от полицейских, и от простых жителей. С 25 марта в Индии людям категорически запрещено покидать дома. Тех, кто нарушил изоляцию, наказывают. И никто не учитывает, что в этот момент на улице могут быть толпы туристов, которых выгнали из многих отелей или съемных квартир. После того, как случились события с коронавирусом, вообще к белым, к русским здесь стали относиться довольно пренебрежительно, это мягко скажем, поскольку считают, что белая нация – это все переносчики коронавируса. Нам не разрешают ни выход на улицу, только ухождение в номерах. Что будет с нами дальше, неизвестно. Мы очень надеемся, что российский МИД в ближайшее время организует за нами эвакуационный борт и организует для нас беспрепятственный выезд в аэропорт. На сегодняшний день в Индии находятся более 4 тысяч российских граждан. При этом российское правительство объявило, что пока возвращать туристов не планируют. Наши соседи белорусы открыто говорят, что в такой ситуации люди виноваты сами. Не едьте за границу, не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Те, кто выехал после наших предупреждений за границу, никаких чартеров. Все понятно. Пускай там и сидят, если они туда выехали. Когда Николай вернется из страны, где ему уже не рады, неизвестно. Правда, российское посольство в Индии сообщает, что россиян скоро начнут вывозить на родину. Однако пока неизвестны ни даты отлетов, ни количество мест. Мария Микшута, День с толком, из дома.